И напоследок наша вечерняя прогулка по Мюнхену до отправления поезда у нас 4 часа. Проходим здесь у нас, гляньте, что внутри машины стоят, два этажа, мотоциклы и велосипеды. Тоже какая-то выставка, наверное. Сейчас что-нибудь еще по дороге посмотрим. Вот такой объект. Поближе подойдем к летающей тарелке. А это галерея Пинакотека Дер Мадерес. Видно, кстати, уже экспонаты в этом. А что такое Пинакотека? Ну, типа галерея собранной картины. Называется Пинакотека Дер Мадерес. Кунстарел. Современное искусство. Уже тоже закрыто. Работает до 6 часов. Сейчас подумаем, где еще прогуляться. Сытые, довольные и уставшие. Музеи вышли, хотели, в гардеробе спросили, где туалет. Но, увы, уже закрыт. Решили зайти в торговый центр. Тут целые отдельные города. Напоминают, как в Киеве. Огромные. С разными улицами. Развилками. Похожи на лавину. Здесь вот вверху лианы висят. И море, море магазинов. Многие уже закрыты. Но некоторые открыты. Здесь наверняка должен быть туалет. Ветер усиливается. Но мы немножко посидели. На лавочках. Решили сходить на место памяти Майкла Джексона. Аня проложила маршрут. Так что пошли. Шли из Салвадор-пассажа. В Прамер-пассажа. Такие проходы. И все внутри здания. Так что не холодно. Такие переходы, получается, под крышей. И тут, в принципе, близко. Так что, Юля, идем. Твоя рекомендация будет выполнена. Многие магазины уже закрыты. Сейчас около семи. Почта закрывается. На улице уже темно. Вот направо-налево, направо-налево. И вот уже мы в парке, где установлена статуя Майкла Джексона. Не, не это Майкл Джексон. Какой Максимилиан такой. Это Максимилиан, основатель города. Вот такой, вон, зебристый. И Аня тут такая навеселенная, потому что уже любой конец. Конец нашей поездки. Конец моего экзамена. Мы прогулялись, покушали по... Посетили разные места. И скоро мы будем уже ехать домой. А дома я, конечно же, приму там душик. И улягаюсь, потому что я уже никакая буду... Я сейчас вот чувствую, ветер дует. Мне кажется, потом у меня лицо будет просто красное. Ужасно красное после этого. Главное потом не заболеть нам с тобой, да? А вот рядом... Очень много фотографий. И ветер ужасный. Статуэтки, цветы. С тыльной стороны. Такой памятник здесь. Почитатели. Таланта этого певца. Такая маленькая аллейка. Дальше еще какой-то памятник. Пройдемся. Получается, посредине проезжей дороги. Аллея. Пешая зона. Какой-то полководец. Людвик первый. Людвик первый. Плохо видно, конечно. А, ну это задняя сторона, да? Памятника. Людвик. Это Максимилиан тоже. Ты же сказала, Людвик второй. Нет, Максимилиан. Написано Максимилиан. Максимилиан с этой стороны написано? Ага. А мы сказали, что Людвик. Максимилиан, Аня сказала. А, ну это, что мы с нами поговорим с моим, а не мы не говорим. Ага. Когда бы еще просто так прогулялись по вечернему. Ну, хе-но. Улицы практически пустые. Пока что. Мне кажется, это просто такие улицы, по которым не гуляю. Ну да. В центре, я думаю, будет куча людей. А то сегодня суббота, сегодня клубы работают. Сейчас, наверное, все выходят. Сейчас идем в центр. Посмотрим. Вечерний Мюнхен с отдыхающими местными жителями. Торговых центров в море. Вот еще один такой. Все они работают до восьми. Лего-магазин. Убирают, наводят порядок сотрудники и пойдут по домам. Из Лего чего только нет. Вот такой наборчик стоит 70 евро. 7 плюс. А, сфера. 8 плюс. Интересно, Кири будет нравиться мелкие игрушечки собирать? Юля с Яной любили играть в мелкие. Аня не очень. Не помню. По-моему, ты в мелкие не очень любила играть. Я большие уже любила играть. Нет, ну у тебя были там конкретно там... Ты в основном питеры, тряпочки любила. В этом центре вот такая иллюминация. Проход такой, деревья светящиеся. И по-разной стороне магазины, которые, к сожалению, уже закрыты. Вот снова касса Лего. Постельная. А мы уже направляемся на вокзал. Ну что, мы уже на вокзале. Через полчаса наш поезд идёт на платформу. Уже по какой-то условии был приехать. Уставшие, замученные, но довольные. Ну, почти. Так что, Мюнхен. До скорых встреч. Чус!